Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. И сегодня я вам предлагаю историю, которая называется «Счастливый день». Приготовились, сели удобно, и я набираю воздух облёгкие и начинаю тихонько его использовать. Жили два остроусёнка Фу и Фи. Фу был ужасно капризным, а братец Фи ничуть ему в этом не уступал. Сварит им на завтрак мама Ама манную кашу, поставит на стол тарелки и зовёт громко «Дети, манная каша готова!» А в ответ раздаётся «Манная! Фу! Каша! Фи!» Придут страусята из школы, портфели бросят и бегом на улицу мяч гонять. «Пора уроки готовить!» Напоминает мама Ама. «Уроки! Фу! Готовить! Фи!» «Помогите мне посуду помыть!» Просит мама страусят после обеда. «Мыть ложки! Фу!» «Мыть вилки! Фи!» Тогда давайте стихи учить. «Стихи! Фу! Наизусть! Фи!» И так повторялось каждый день. Теперь вам стало ясно, почему страусят звали Фу и Фи. Однажды мама Ама решила проучить своих малышей и как следует взяться за их воспитание. «Мне предложили сниматься в кино», сказала она. «Правда, не в главной роли, но это не важно. Билет на поезд я уже купила. Приеду через три дня». «А мы что будем делать без тебя?» Захныкал Фу. «Кто нас будет кормить?» Испугался Фи. «Вы у меня уже совсем большие. Справитесь. Хлеб, крупа и кофе в шкафу. Масло и сыр в холодильнике. Запомнили? А теперь давайте я вас обниму. И до свидания!» Повесила мама Ама на шею кожаный саквояж и ушла. Хотя ей было очень жалко оставлять страусят одних дома. И начали страусята сами хозяйничать. Фу варил манную кашу, которая часто пригорала. А Фи жарил картошку, которая всегда почему-то была сыроватой. Но есть, что хотелось. Вот они и ели. И пригорелую кашу, и недожаренную картошку. Ели и не кривились. Фу не говорил Фу, а Фи не говорил Фи. Говорить ведь некому было. Только вот посуду они не мыли. Но когда все чистые тарелки и ложки кончились, Пришлось и за мытье посуды приниматься. А к тому же еще и телевизор испортился. И по вечерам, чтобы не умереть от скуки, Страусята читали стихи и даже учили их наизусть. Через три дня приехала мама. И совершенно не узнала своих страусят. Хочешь, я сварю тебе манную кашу? Предложил ей Фу. А может, нажарить для тебя картошки? Спросил Фи. Очень удивилась мама Ама. И только головой покачала. Хорошо, покормите меня. Я немного проголодалась. Но найдется ли у вас хоть одна чистая тарелка? У нас все тарелки чистые. Гордо сказал Фу. И все ложки, и все вилки тоже. Добавил Фи. Правда, картошка была чуть-чуть сыровата. А манная каша чуть-чуть пригорелая. Но мама ела и похваливала. Молодец, Фу. Молодец, Фи. А потом Фу прочитал наизусть без запинки стихотворение из страусинного букваря. Каша манная вкусна и питательна она. Честь и слава манной каше укрепим здоровье наше. Фи споткнулся всего лишь разочек. Зато он читал громко и с выражением. Для чего читают книжки страусята, львы и мишки? Тут и думать ни о чем. Ведь нельзя быть не у чем. Это был самый счастливый день в жизни у мамы Амы. Ребята, вы посмотрите, какая чудесная история вами услышана, а мною прочитана. Так почему же счастливый день? Вы поняли? Кто объяснит? Ну, молодцы, потому что они показали свои умения, которым за эти три дня научились. Вот так-то. И мама совсем не обратила внимания на то, что кашка была подгорелая. Уфу, чуть-чуть. И немножко сыроватая картошка. Уфи. Вот, ребята, а я вам быстренько сейчас расскажу, как картошку жареную, чтобы она прожаривалась хорошо. Разделите картошку пополам. И перед тем, как ее жарить, уже чистую, порезанную, вы расстелите на полотенечки. Пускай она немножко водичку свою испарит и отдаст полотенечку. Затем на разогретую сковородку, там, где вы полили растительное масло, быстренько половину этой картошки, уже подсушенной немножко, поджарьте на сильном огне. А потом, как вы видите, что она зарумянилась, быстренько убавьте огонь. Зарумянилась вся картошечка. Эту порцию выложите на отдельную тарелку. Затем на сковородку ложите вторую часть картошки, которая у вас осталась. Вот, тогда опять сильный огонь сделайте. Опять картошечка начинает зарумяниваться. Вы добавляете лучок, но только следите, чтобы лучок подрумянился хорошо. И вот затем к этой второй порции картошки, уже подрумяниной вместе с лучком, вы высыпаете первую порцию, которую вы жарили. И затем вместе доводите до готовности. Еще немножечко там, ну, пускай пожарится, 2-3 минутки. С вами была Надежда Николаевна. Вам сказочка, а мне лайков вязочка. Всего хорошего. Нажимайте колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok